Какие у вас планы, как настроение, переживаете ли сегодня? Мы переживаем всегда, потому что последние 10 дней нашей жизни были очень, очень тяжелыми. Вот, в связи с ситуацией с ледниковым периодом, все негативные эмоции предыдущие сегодня перекрывают, безусловно, события. Сегодня мы презентуем клип «Сталь», который снимался на два континента. Первая часть клипов, в которой участвую я, снималась в США, Аделина в Москве. Кто был режиссером вашего клипа? Режиссером клипа стала Алина Верипя. Продюсером этого клипа является действительно мировая звезда Дженни Бис. Это продюсер Трэвис Скоттоп, Карди Би, Оффсет и очень многих других мировых звезд, обладатель Грэмми. И он как раз курировал съемку в Америке. Еще одно потрясающее событие, о котором уже расскажет Аделина, это сегодня мы презентуем уже для СМИ и для общественности школу фигурного катания Аделины Сотниковой. Пообщавшись с многими вашими друзьями, коллегами, я узнала, что пары, ваши друзья, которые уже имеют детей, они хотят их отправить в вашу школу. И очень многие об этом говорят. Что вы на это скажете? Я только рада этому привозить. В моей школе работают профессионалы, в том числе и я. И мы сделаем все возможное для того, чтобы дети почувствовали этот комфорт, чтобы они заинтересовались этим видом спорта и чтобы получали удовольствие. То есть начальная стадия фигурного катания – это просто, чтобы нравилось. Просто, чтобы было очень комфортно ребенку с тренером, чтобы это было все взаимосвязано как одно целое. Расскажите про малышку, которая вместе с вами. А это актриса, потрясающая нашего клипа «Сталь». Познакомьтесь, это Катя Васильева. Потрясающий ребенок, который вытерпел эти сумасшедшие часы съемок на площадке. Главная актриса клипа «Сталь». Как вы относитесь к тандему Ивки и Аделины? Мне нравится то, что когда с Аделиной начали совместное сотрудничество, произошел такой тандем, который сейчас Аделину чуть-чуть в медиасферу подтягивает. Потому что у нее был такой период, когда все знаем мы Аделину как известную спортсменку, легенду фигурного катания. А так как Ивка сейчас появилась в ее жизни, сейчас мы еще Аделину с других сторон увидим. Аделина запела. Ранее такое было? Да, у нас было много ночей, проведенных в караоке. Аделина действительно поет классно. И вот сегодня посмотрим. Я не знаю, как там, что за песня. То есть вы еще не видели, вам не показывали? Она втайне от меня все держит. Что ты думаешь насчет тандема? Аделины, соответственно, за счет чего мы сейчас собрались, и Ивки? Да прикольно. Очень интересно посмотреть на самом деле, что из этого получится. Потому что в целом Аделина это человек не из медийной сферы, ну скажем так, не из артистической сферы. Она человек спортивный. И мне очень интересно посмотреть на этот тандем. Какие у тебя планы на будущее в плане реализации тебя? Ну, у меня сейчас в ближайшее время выйдет новый сингл, называется «Хочу домой». Песня такая осенняя, лирическая. Там изложена вся моя боль за последний год, когда я сидел дома, ничего не делал и безумно скучал по родным и близким. Потому что я из Киева, из Украины, и уже три года не был дома. Очень соскучился по родителям. И, собственно, пришла такая идея написать песню. Вот скоро она выйдет. Здравствуйте. Да я еще не успел, ничего даже интервью только раздаю, я еще не вкусил еще. Я бы с радостью сейчас сел и вкусил бы еще там. Я вообще его потеряла, как бы, из вид, я думаю, он уехал. Английский. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Но только делать надо операцию и все. Если я сейчас буду жаловаться, говорить, что мне так очень плохо, но будет как-то, наверное, не по-мужски. Просто нужно сделать операцию, раз и навсегда закрыть эту историю. В следующем сезоне вернуться в проект. Конечно. Так что в течение года обязательно нужно поставить срок, сделать операцию. Ты всегда так сильно задумываешься о том, что хочешь реализовать. Касаемо либо твоего сольника, либо вот ледникового периода. Наверняка вы долго репетировали, долго готовились, но, к сожалению, не получилось. У нас были тренировки по пять, по шесть, по семь часов. Я вообще ко всему так подхожу. То есть если что-то делают, то у нас же делают максимально круто. Поэтому даже приглашение на сольный концерт 23 числа, то есть мы прям подходим к этому с максимальным креативом, с какими-то идеями, чтобы это было прикольно и никак не повторяться. Если через год предложат то же самое, ты согласишься? Ну, конечно. Вы слушали меня? Конечно, соглашусь. Как вы считаете, совместное сотрудничество Ивки и Адрины Сотниковой к чему это приведет? Мне кажется, это очень классный тандем. И на самом деле я сама слежу за звездами нашего фигурного катания. И, кстати, мне посчастливилось стать голосом фильма «Лед» первого. Да, да, и продублировать Аглая Тарасова в роли главной героини. Вот, поэтому я думаю, что это очень интересная история. И она очень сильная, какая-то такая волевая. Интересно, что нам девочки покажут сегодня. Гордитесь своей работой? Да, она очень глубокая, чувственная. Она про преодоление себя. И я люблю, когда есть мысль. Как долго вы снимали? Как долго занимались реализацией? Все, что приходит свыше, оно приходит очень быстро. Вот так, бах! И как озарение. Поэтому все прошло очень легко, спокойно. Мы сняли за один день. За пару дней смонтировали. Настя Ивка записывала свои синхроны в Америке, в Лос-Анджелесе. Как раз об этом тоже хотела? Да, мы передавали диск, материал из Америки сюда, в Россию, какими-то длинными путями. Сейчас не так все это просто. Я доехала сначала до Петербурга, потом приехала в Москву. Мы это получили. Начали монтаж. Что ожидаете от данного вечера? Расслабиться, отдохнуть, пообщаться, обнять близких людей, морально поддержать Настю, морально поддержать Аделину. Сегодня на их пути такой новый виточек для Аделины в том числе, открытие школы. Это целая эпоха, которая будет воспитывать новых чемпионов для нашей страны. Хотелось бы быть частью такого важного шага у девочек. Мне кажется, было настолько приятно монтировать таких красивых девушек, такие красивые кадры, передавать эту идею. Это ведь очень сложно. Монтаж, на самом деле монтаж этого клипа был очень сложным, потому что из Лос-Анджелеса пришли максимально жаркие кадры. Очень сложно было сконцентрироваться на творчестве, но мы это сделали. И великолепное исполнение вот этих трюков на льду от Аделины, ее драматургии, ее вот эти чувства, эмоции, которые Алина все срежиссировала, классно. Переплетенные с историей маленькой девочки. Ну, это был просто кайф. Какие у тебя планы на сегодняшний вечер? Поздравить эво-продюсера Ивку и прекрасную Аделину Сотникову с открытием школы по фигурному катанию и, конечно же, с презентацией клипа, трека нового. Я очень рада находиться в этой команде и покажу ребятам, что мы варим вообще с этим вечером. Сегодня я пою для всех гостей и будет круто. Как вы относитесь к партнерству, к тандему с Аделиной Сотниковой, Ивке? Прекрасно, потому что мне кажется, это очень неожиданный тандем. Для меня было вообще странно сначала. Мы сидели как-то вместе, ужинали. Я говорю, Настя, а как вообще? Вот фигурист, она запела, а Настя говорит, нет. И, в общем, она раскрыла новые вещи, как популярность спортсменов монетизируется. То есть это какие-то западные правильные технологии, которые внедряют БИМ. И мне кажется, это хорошая тема. С каждым вашим словом чувствуется вера в Анастасию. Конечно, конечно. Я в нее верю очень сильно и давно. Мы знакомы уже, бог знает, сколько лет, поэтому дай бог, чтобы у нее все получилось. Что думаете о сотрудничестве, может быть, с Ивкой, с сопродюсером Аделиной? Вообще, то, что сейчас происходит у Аделиной в жизни, я просто счастлива. Знаете, нет вот этого никого, естественно, соперничества. Мы подруги, мы именно поддерживаем друг друга. И это классно, что мы можем вдохновляться друг другом в том числе. Да, как мы взбираемся на гору медийности, я не знаю, шоу-бизнеса. С разных сторон, по-разному, но вместе. Конечно, конечно. И, опять же, вот эта дружеская поддержка, она очень-очень важна. Поэтому я просто очень счастлива за Аделину. И я уверена, что у нее все получится. Мне остается только сесть с попкорном и наблюдать, как это будет. Музыкальный артист или, может быть, саунд-продюсер? Чем ты занимаешься? Да, я сам музыкальный артист, саунд-продюсер, гос-трайтер. Все, что связано с музыкой, этим я занимаюсь. А выпускался через дистрибьюцию Ивки или нет? Да, выпускался, да. Один трек мы выпустили. Я думаю, еще посотрудничаем. Как он зашел? Как тебе сотрудничество? Понравилось с ним? Сотрудничество мне нравится. Трек, он некоммерческий, на него ставок не делали. То есть это такое творчество, которое не подразумевалось вообще для широкой публики. Просто его нужно было выпустить, и я доверил обе им. Но ты еще и саунд-продюсер, правильно? С кем ты работал? Пускай будет Настя Ивка, вот, самое крупное имя. Сегодня, смотрите, трек презентуем как раз. Ваш трек, вы вместе над ним работали? Да, да, да. Ты выступал в качестве саунд-продюсера, правильно? Да, да, спонтанно так получилось. Настя вот с... Начала продюсировать как раз Сотникову, и у них родилась идея написать трек. Она обратилась ко мне, мы приехали ко мне на студию, и чисто все сделали там за ночь, можно записать все, успели. Ты доволен этой работой? Да. Прикольно, получилось прикольно. Я думаю, сегодня вы увидите все. Я клип не видел, вот, интересно с клипом посмотреть, что они сняли. Я пообщалась с режиссером и с продюсером. Говорят, очень крутая работа, все в нее верят. Ну, все здорово, значит, ждем клипа. А, я хочу поздравить презентацию клипа и... Делинный... Да, Делинный, да, открытие школы. Да, это... Как вы относитесь к их там дему? Прекрасно вообще, две красивейшие и талантливые. К чему это приведет, как? Я надеюсь, к успеху, дай бог. Да, да, надеюсь, что отменяет карантин, и дужу разрешает выступать, там, собирает стадионы. Какие у тебя планы на сегодняшний вечер? Получить положительные эмоции. Я ничего заранее не загадывал, знаю, что уже будет здорово, а там посмотрим сейчас, что для нас приготовили, скажем так. У тебя такое разнообразие бизнесов. Собираешься расширяться и все больше и больше подниматься по карьерной лестнице? Обязательно собираюсь расширяться, двигаться дальше, да. Это большие планы и на этот год, и на следующий, скажем так. Поэтому расширяться и расширяться. Ивка очень много о тебе рассказывала, о том, чтобы в августе с ней заключили договоры, вместе решили дальше продвигаться. У вас есть уже какой-то список планов на будущее? Ты знаешь, самое главное в творчестве – это не результат, а это процесс. Поэтому будем продолжать заключать договора, будем продолжать заниматься творчеством. Надеемся, что будет хороший результат. Для кого-то миллион выстрелов, для кого-то десять тысяч. Соглашусь, все относительно. А для кого-то и сто – это как бы провал. Для тебя какой результат – это хороший? Для меня хороший результат – повышение гонорара. Для этого нужно быть в определенном жанре, к которому я расту. Мне нравятся все музыкальные жанры. Мне нравятся и рэп, и рок, и поп. Но моя душа лежит, конечно, ты будешь удивлена, но мне нравится кроссовер, мне нравится опера. Бим Мюзик, друзья! Бим Мюзик, будь музыке!